Девушки отдыхают САУ-2С1. Так получилось, что мы не смогли сегодня зафиксировать отвод техники, потому что мы сейчас находимся в Довальце, миссия ОБСЕ была предупреждена, она опять выделила свои патрули, которые с места начинают фиксировать это все, и по маршруту движения они фиксируют километраж, сколько они отходят, и до конечной точки, куда эта техника выводится и становится. То есть они знают конкретную территорию? Да, мы эту территорию полностью им рассказали, только они будут мониторить, не привлекая координационный центр по прекращению огня. Договоренность была о том, что те сектора, из которых техника выведена, ОБСЕ будут сами ездить и проверять, их обманывают или нет, и после этого будут делать доклады о том, что они увидят. Мы уже обращались к миссию ОБСЕ о том, чтобы они посчитали техники, которые находятся уже в временной местах дислокации. Почему? Потому что украинская сторона заявляет, если мы не будем отводить, я не перестану отводить. Поэтому мы миссию ОБСЕ предупредили о том, чтобы мы раньше начали, чтобы они зафиксировали и могли мониторить, чтобы Украина нас опять в чем-то не обманетала. Мы выполняем план, который у нас был подписан, обязательства мы берем и полностью выполняем. Тяжелого вооружения, как такого, в аэропорту-то и нет. Все, кто-то приезжал, они видят, там нет ни орудий никаких. Но обстрелы продолжаются? Нет, обстрелы, да, обстрелы продолжаются. Непонятная причина, какая-то миссия ОБСЕ с Красным Крестом Международным, который выехал в аэропорт, они подверились обстрелам. Было зафиксировано три обстрела. Может, это связано с тем, что мы проводим работы по изгумации дел украинских морослужащих, которые завалили на уход к этому миссии Крестом Международным. Может, они что-то хотят спрятать. Или они не хотят Украине показать, что здесь погибших намного больше, чем они заезжают. Но это их солдаты. И они не дают этих солдат достать и по грязанскому обычаю, и дать землю. Я вот это не понимаю. По поводу сроков здесь сказать очень тяжело по одной простой причине, потому что весь город полностью это одна большая мина. Я сейчас разговаривал с МЧС. Те люди, которые восстанавливают этот город, они говорят, что куда они не приходят, особенно где социальные, есть какие-то объекты, необходимые для жизни, деятельности города. Все заминировано. Даже с гражданским, когда населением разговариваешь, они все говорят о том, что им, украинская сторона, заявляла о том, что этот город нам не отдадут. Его будут стирать с земли. Заминировано все. Поэтому по возможности, где происходит разминирование, и там начинается процесс восстановления. Самая большая проблема в городе – это электричество. Потому что все подстанции заминированы. Вот процесс разминирования после этого восстановления. То же самое касается и железной дороги. Здесь большой железнодорожный узел. Мы фиксировали уже давно, и неоднократно об этом говорили, о том, что украинские военные минировали все, что можно было связано с железной дорогой. От подвижных составов до депо и также пути. Процесс, он очень долгий. Потому что мины, они разного класса. Миноискателям не всегда возможно найти. Это все делать нужно вручную. Армия пытается ускорить процесс. Но, сами понимаете, здесь спешка, она только может навредить. Город потихоньку возвращается к жизни. Место населения начинает возвращаться в город. Приходят и говорят спасибо за то, что вы сюда пришли. Вот это самые большие слова благодарности, которые можно услышать от мирного населения. Армия все делает тому, чтобы население, которое здесь осталось и которое возвращается, ни в чем не нуждалось. Мы дальше будем прилагать все усилия и помогать местному населению, чтобы страдания, которые они перенесли, как можно быстрее забылись в их памяти. И все усилия у них было на восстановление этого города. Смотря для кого. Если для Украины его и не было. Если для нас, вся эта территория, она наша. Даже миссия ОБСЕ уже признала о том, что данная территория принадлежит нам. Говорить о том, что было или не было, это уже история. Сам факт, что эта земля уже наша. Здесь живут наши люди. А мы своих людей никогда не бросали.